Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся на выставке, которая, к сожалению, заканчивает свою работу в нашем музее. Но поскольку эта выставка пользовалась большим вниманием посетителей, мы решили записать в ней небольшое видео и в двух словах рассказать о том, что это была за выставка. Ее название «Тибетская живопись» из собрания Юрия Николаевича Рериха из коллекции государственного Эрмитажа. На этой выставке представлены произведения традиционной буддийской живописи «Танка». Юрий Рерих, известный востоковед, сын художника и путешественника и археолога Николая Рериха, был еще и собирателем тибетской буддийской живописи. Собиранием предметов тибетской религиозной живописи Юрий Рерих начал заниматься, еще будучи студентом университета. В 1925 году вышла его работа под названием «Тибетская живопись». Она была издана в Париже и многократно впоследствии издавалась и переводилась на разные языки. Это был один из первых крупных научных трудов, посвященных этой теме, то есть тибетскому буддийскому искусству. Юрий Николаевич Рерих был одним из участников и организаторов Центрально-Азиатской экспедиции Николая Рериха, то есть своего отца. Во время экспедиции, помимо основных исследований, которые он вел, это были исследования по лингвистике, антропологии и другие исследования, а также на него были возложены разные организационные задачи, в том числе охрана экспедиции. Так вот, на всем протяжении экспедиции он занимался и собиранием тибетской буддийской живописи. Его коллекция была поистине обширна и многообразна. Он подбирал танка для своей коллекции именно с тем, чтобы представить тибетский буддийский пантеон как можно более широко во всем его разнообразии. На этой выставке представлены как традиционные изображения Будда Шик-Ямуни, основателя буддийской религии, так и других буддийских божеств и известных религиозных деятелей, в том числе иерархов из линии Далай-Лам и Панчен-Лам. Всего на выставке представлено семь произведений из коллекции Эрмитажа. В Эрмитажной коллекции находятся 44 произведения из собрания Юрия Николаевича Рериха. И они являются важной и яркой частью Эрмитажной коллекции, посвященной буддийскому религиозному искусству. Коллекция буддийской живописи Юрия Николаевича Рериха насчитывала сотни предметов, и многие произведения из этой коллекции вошли в фонды разных музеев мира. Помимо государственного Эрмитажа произведения тибетской живописи из собрания Юрия Николаевича Рериха находятся также в собраниях Государственного музея Востока, Музея Николая Рериха в Нью-Йорке и ряда других собраний. Помимо, собственно, произведений из коллекции Юрия Рериха, на выставке были представлены фотографии, на которых запечатлена его коллекция. Фотографии были сделаны в разных точках мира, и в музее Рериха в Нью-Йорке, и в имении Рериха в Нагаре в Индии, и на выставке представлены издания. Это книги, в том числе упомянутая ранее книга Юрия Рериха «Тибетская живопись», то самое редкое издание 1925 года, и каталоги выставок, которые организовывались Рерихами, и на которых были представлены произведения буддийского искусства, живописи и пластики. И хотя эта выставка закрывается, мы будем рады видеть вас на наших других выставках. За обновлениями следите на нашем сайте.